Вот здесь у нас хвойники. Какой этот самый пахучий? Пахучий менжулик. Менжулик для бани, да? Да. А вообще, вы видите, они сажают возле бани как раз. Менжулик. А это вот казацкий вроде, наверное, да? Это полгер. Казацкий тоже есть. Казацкий ядовитый же он. Сабриня, вот она казацкая. Казацкая, да? Да. Она ядовитая. А вот эти у нас черные сосна, да? Черные сосна. Два метра. Два метра. А вон те большие, что за сосна? Это сортовая сосна, она будет невысокая, где-то 4-5 метров вырастает. Пушистая по природе, ватерерия называется. Вот здесь они придумали капельное орошение, и у них ничего не погибает. Но вот чуть-чуть какого-то желтого цвета, конечно, вот здесь. Нет, это сорт такой. А, сорт такой. Да, ее называют либо золотой, либо молодая зелень. Это мерен, невысокая туя. Литургиан. А есть еще вот, допустим, смарагты, сильвер, смарагты, есть бутон смарагты. По названию уже можно узнать какой сорт, желтый, золотистый. Молодцы, молодцы. Мажорильники скальные, они сейчас не бывают. Они откуда, из-за рубежа, из Польши? Нет, это из Польши тоже есть. Поставка из Польши вот пришла, экспедиция. Есть интересные, привитые ель на ель на штампе. Выше она не вырастет, шапочка только растет. И такое бывает, да? Да. Необычные, мягкие. А вот это что такое? Это гипкорд. Гипкорд? Гипкорд называется. Туя спачатая. Всех интересует она необычная. В бане, короче, любой туи невозможно, да? Не тую, а мы живем. У нас сестра в баню тую, говорит, этот применяй. А бывает, да, парабанды как-то упаковывали, от них прям запах. Да, вот и этот в бане. Вот это привитые на ель сосна, на сосну. Наверху, да? И она вот так растет, да? Да. Можно красивые композиции. Самим можно сделать, получается, да? Дома, если этот. Или это специальная сорт. Нет, это привито. Но привито, у нас же тоже сосны есть. Ну, если вы интересуетесь... А можно кедр на сосну? Кедр на сосну. Я, если честно, так глубоко прям не разбираюсь. Я думаю, нет. Почитайте. Сейчас я вам скажу. Маги. Маги.